Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру растения против зомби 2 после долгого перерыва, но не было ничего нового проходить. Но вот сейчас заглянул, да и мне написали о том, что появились новые бонусные уровни, и я решил проведать нашу игру. Значит, безумно, да и с машинкой говорили о travel lock, чтобы можно было бы посетить, и после прохождения некоторых уровней какие-то там получить интересные вещи. Ну, интересные вещи, скорее всего, что это алмазы и деньги, которые нам, в принципе, не нужны. Я не уверен, я еще буду разбираться. А вот что касается бонусного уровня, почему бы и не пройти? Значит, новое вооружение называется Apple Mortar. Так, вроде бы, это как яблочная пушка. Стреляют такими, как хлопушками, и у нас зомби совсем видоизменились до неузнаваемости. Точнее, их узнать можно, но по габаритам их голова, точнее, она стала чуть побольше. Голова зомби. У нас есть зомби с локацией Big Wave Beach, но это обычный эсминог, он, в принципе, такой же. Ну, первое впечатление об Apple Mortar, в принципе, это самое, что у меня есть такое средненькое вооружение, судя по тому, что зомби идут, как ни в чем не бывало, спокойно, в развалку. Мы, конечно, стараемся замедлить их ход, но в целом зомби в здравии. Возможно, это связано с тем, что немного они увеличились в габаритах, и, соответственно, их убрать стало тяжелее. А так вот, в чистом виде, я думаю, что, я допускаю, что Apple Mortar очень даже неплохое вооружение. Пока этого вооружения у меня нету, скорее всего, что на платное, но так как не обладаю взломом, так что, к сожалению, нет возможности его приобрести. Если будет такая возможность, я, конечно же, сделаю обзор на Тарасине, но уже можно сделать... Ну, это и так можно сказать, что это такой небольшой обзор, но, конечно, хотелось бы получить это вооружение на постоянной основе. Им бы было пользоваться куда удобнее и приятнее, чем вот в бонусных уровнях, так как только у нас закончатся эти миссии, и, фактически, мы будем лишены доступа. Возможно, некоторые уровни пиньята будут включать это растение, но будет, скорее всего, это происходить очень и очень нечасто. Так как у нас уже запас оружия просто огромен, я, честно говоря, даже уже на память не смогу перечислить, поэтому какие-то вооружения, конечно, в рамках принятых мы будем пользоваться, но буквально всего по чуть-чуть. Значит, тут у нас открывается портал, становится веселее, еще очень сильно раздражает осьминоги, потому что уже заблокировано несколько наших вооружений. В принципе, это не критично, так как мы время от времени получаем яблочную пушку, так что не могу сказать, что это очень сильно критичная ситуация. Но с появлением большего количества осьминогов, вот особенно сейчас, конечно, ситуация становится непростой. И тут можем остаться без газонокосила. Главное, дотянуться до финальной волны. Вообще, у меня множество вопросов, да и не только у меня, а, наверное, у всех любителей игры второй части «Растение против зомби», что будет дальше. Потому что пока дальше бонусных уровней дело как-то не идет. Только изредка мы получаем такие вот миссии, и даже не такие, потому что, на мой взгляд, это первая, но уж очень необычная миссия, которую действительно интересно пройти. И новое оружие, и новые противники, относительно новые. Ну а так, к сожалению, новых миров, скорее всего, что не предвидится. Так что будем очень редко, но играть. Ну, я уже, можно сказать, соскучился, поэтому есть какой-то определенный интерес проходить дальше. Скорее всего, что этот блок бонусных уровней мы будем проходить. Пока что мы остаемся без газонокосилок. Тут без вариантов. Осьминоги шансов не оставили. Но даже с газонокосилками, без, точнее, их наличия, мы уже практически на 99% проходим уровень. К счастью, нету никаких кур, ласов, которые бы могли переползти с одной линии на другую. Поэтому мы гарантированно проходим миссию. Остается последняя спина, которого мы сейчас ликвидировали. И проходим миссию, за которую мы сейчас получим подарки. И их открываем. Вскрываем подарки. Значит, новый костюм для алоэ. А потом зимняя вьюга. И также мы находим деньги. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.